Магаданск 1 июля, ну это как бы, наверное, 1 июля, дата выбрана правильно. Это специалисты посчитали, и мы здесь у себя тоже смотрели, и мы поддерживаем, что это возможно с точки зрения организации проведения этих мероприятий. Но вы видите, они тоже проводятся не как массовые мероприятия, они проводятся все-таки с соблюдением тех требований, которые есть у Роспотребнадзора. Но провести их можно, не нужно. Каким образом усовершенствование роли органов местного самоуправления отразится на жизни магаданцев? Вы знаете, меня всегда удивляло, почему муниципалитет не является органом государственной власти. Казалось бы. Да, тут очень много толкований или споров научных даже. Значит, там правоведы, специалисты, юристы могут много на эту тему рассказать. Но вот я еще раз работаю в должности главы города, задавался вопросом, почему мы не государственные. Оказывается, государственные это от региона и выше, а муниципалитет, что не государство? Так это и есть в основе государства лежат муниципалитеты. Сильные муниципалитеты, сильный регион, сильные регионы, сильная страна, государство. Поэтому отсюда и возникали понятия. Это федеральные полномочия, это государственные полномочия, это муниципальные полномочия и так далее. Значит, я надеюсь, что это перепихивание уйдет, а все мы будем сосредоточены на достижении общей цели. Рост экономики и рост благосостояния граждан. Тогда будет все нормально. Мы понимаем, что всегда между регионами существует негласное соревнование на тему явки. Явка – это какой-то принципиальный, важный момент. Какой позитий в Магаданской области, скажем, относительно регионов Дальнего Востока? Насколько активность получилась? Значит, мы прогнозировали явку, что досрочное голосование, во время досрочного голосования явка где-то 20-25%. Значит, мы на эту цифру уже, скажем так, вышли. И, скажем так, у нас еще впереди два дня. И довольно активно идет голосование. Знаете, люди, на мой взгляд, оценили эту возможность голосовать в течение недели, выбрать тот день, когда им удобно. По разным там, по семейным обстоятельствам, или там, исходя из личных планов. Достаточно удобно, но это, по-моему, первый раз, когда такая возможность была предоставлена и связана это с определенной ситуацией с коронавирусом. Как эта практика дальше будет продолжиться или нет, сказать сложное. Я думаю, поживем и увидим. А если возвращаясь к вопросу, который вы задали, по поводу, в том числе, соревнований. Знаете, дело, наверное, все-таки не в соревнованиях. Яб, кто больше, кто меньше. Не должно быть соревнований как таковых регионов или губернаторов. Речь же идет о создании условий для голосования. Это и подготовка избирательных участков, это всегда было. Это и подготовка возможностей голосования в трудовых коллективах. И, наверное, для кого-то это хлопотно, особенно для руководителей, все предприятия. Забыли, как это делается. Здесь территориальная комиссия не знает, как это делать. И учреждения, в которых это проходит, они умеют это делать. Они уже привыкли, для них ничего сложного нет. Для предприятий, наверное, это впервые. Но еще, повторяю, это удобно для граждан. И задача любого руководителя, любого уровня, ранга и формы собственности, независимо от формы собственности учреждения, организовать и создать условия. И, наверное, это определит явку. Может определить явку. Плюс, сегодня очень активно работает голосование на дому. Эта форма известная. Здесь надо дать должное. Молодцы ребята и неделя есть. Ребята из наших УИКов, они отрабатывают. И на дому очень активно. Тоже удобно, с одной стороны. И безопасно. Наиболее безопасный вариант. Варианты, когда все-таки подготовленные люди, понимая, что нужно соблюдать санитарные нормы и правила, приходят и дают возможность человеку проголосовать. И, конечно, несомненно, наявку может сказаться, положительно сказать, тот момент, что проводится викторина во время. И голосование идет по ряду вопросов, дополнительно которых интересуют колымчаны, если мы говорим про нашу региону. И интересуют не только по тому, что будет буквально сегодня, но и то, что будет завтра, и даже послезавтра. Но вы знаете, что такое голосование, как город трудовой доблести, это тоже необходимо голосовать и проявлять активность. Потому что никто навязывать, если нет, скажем так, желания у самих жителей, значит, никто навязывать это не будет. Хотя, наверное, уже мало осталось тех людей, кто работал в это время, кто обеспечивал победу в тылу. Но вот память о них, о их трудовом подвиге, гражданском подвиге, вот, скажем так, молодежь, современные жители Колыма могли бы, я уверен, проявить активность. Хотелось бы вернуться к Конституции и попросить вас вспомнить 993-й год, когда принималась нынешняя Конституция, которую мы сейчас поправляем. Сначала Борис Ельцин в сентябре распустил Верховный Совет, потом Конституционный суд отрешил Бориса Ельцина от власти, потом были октябрьские события со стрельбой. 12 декабря был референдум по нашей нынешней Конституции. Скажите, Сергей Константинович, на каких позициях вы тогда стояли, как голосовали, какие у вас были ощущения? Те события начинают стираться, может быть, в памяти, хотя, я думаю, это те события, которых надо очень правильно, скажем, зафиксировать и донести до нынешнего поколения, что если вспоминать 90-е, то, с одной стороны, мы вспоминаем пустые полки, которые привели, фактически, к крушению, прежде всего, пустые полки в магазинах, к крушению Советского Союза, великой страны, но народ ждал перемен. И дальше народ так или иначе оказался обманутым теми либеральными идеями, которые нам ничего не дали. А то, что, значит, нашу страну пытались и хотели использовать, наши друзья, которые нам несли демократию вместе с пепсиколой, ну, мы тоже увидели, что через некоторое время, что тут, так сказать, иждивенческий подход нас хотят использовать, мягко говоря, значит, и не более того. Ну, а один из социальных, так сказать, завоеваний новых поправок, что это кто бы то ни был, какой бы форма собственности не была, но та индексация, которая закладывается в Конституцию, она будет обязательной, и, вас уверяю, ориентируем для всех. Значит, что касается дальше, то есть других поправок, к самой государственности, посмотрите, значит, мы сначала, берите столько суверенитета, сколько сможем унести, и чем этот парад суверенитетов чуть не закончился. То же самое на Урале, это Уральская республика, даже франки свои напечатали, но, вы знаете, мы же понимаем, что нас хотели развалить, значит, на части дальше. Россия и так большая, и сильная страна, она поднялась с колен, неожиданно для всех. И то, что даже сейчас появляется в поправках защита суверенитета страны, как приоритет, это же правильно, в конце концов, значит, тут это, говорит, Сибирь, говорит, не ваша, Арктика не ваша, это не ваше, то не ваше, а в Конституции этого не было. Конституция предусматривала, предполагала, может быть, по глупости, может быть, кто-то помог-то забыть, допускала возможность, значит, передачи каких-то территорий. Ну, это же наши люди создавали страну, и было бы неправильно ее так разбазарить. Это абсолютно верно, поправкой. И это наша, если хотите, национальная поправка, это соответствует духу, менталитету нашего человека, который создал эту страну под названием Россия. �стский директор А.Семя 간опоекψ. Это неправильно, Gilberto. И это Basil. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...